МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер! Мы сегодня проводим встречу с кандидатом на пост мэра города Новосибирска, Локтем Анатолием Евгеньевичем. И наш митинг-концерт сегодня открывает известный всему городу Новосибирску коллектив группа Силенциум. АПЛОДИСМЕНТЫ Во главе с Натальей Григорьевой, одним из учредителей общественного движения, наш мэр Локоть. Встречайте, группа Силенциум! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Семь уже есть?" -"Семь есть?" -"Спасибо, спасибо!" -"Они пошли выступать, было всем." -"Добрый вечер, дорогие друзья!" -"Скажем спасибо в замечательной группе Селенциумы Наталье Григорьевой." -"Спасибо!" 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 -"Уважаемые друзья, мы сегодня здесь, в Тимирязевском сквере, проводим встречу с кандидатом на пост мэра города Новосибирска Локтем Анатолием Евгеньевичем. Поскольку у нас мероприятие носит предвыборный характер, то это накладывает определенные ограничения. Мы здесь не будем устраивать базар. Если у кого есть вопросы или предложения для Анатолия Евгеньевича, в его предвыборную программу, я уверен, что их много, здесь у нас стоят две палатки, там можно оставить вопрос, можно оставить предложение в предвыборную программу кандидата на пост мэра. Я должен сказать, что все вопросы, которые будут заданы, они будут обработаны, зафиксированы, на все будет получен обязательно ответ. Кроме того, Анатолий Евгеньевич никуда не убежит с этой сцены, он потом будет общаться с вами, и вы тоже можете в живом диалоге, в разговоре с ним поговорить. Поэтому, уважаемые товарищи, давайте вот будем соблюдать правила и регламент нашей сегодняшней встречи. А сейчас я приглашаю на сцену первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ кандидата на пост мэра города Новосибирска Локтя Анатолия Евгеньевича. Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич! Ну, честно говоря, я пять лет не был кандидатом. Первый раз, вот после такого долгого перерыва, я в новом качестве перед вами выступаю. Меня зашугали, точно так же, вот как Андрей сейчас выступал перед вами. Вот это нельзя, вот это не говори. Здесь не обращай внимания, здесь закон соблюдай. Ну, предвыборная ситуация. Первое мое выступление в качестве кандидата. Итак, дебют на этой Зайльцовской сцене в вашем замечательном, нашем замечательном сквере. Я понимаю, что здесь собрались люди очень опытные, знающие, помнящие, знающие свою историю, но я просто хотел бы еще раз напомнить некоторые вехи вот этой прошедшей пятилетки, в которой вместе мы все работали. Не люблю слова «команда», вот тот коллектив, который сплотился вокруг меня, как мэра, помощники, заместители, добровольные помощники, добровольцы, волонтеры. Вот без вашей помощи, без поддержки было бы крайне сложно, потому что ситуация, я напомню, была сложная. 14-й год, самое начало. Это сложные политические процессы, это Крым, затем последовавшие, ну вот эйфории от Крыма, как здорово, что мы присоединяем там Севастополь, Крым, после этого война в Донбассе и потоки, эшелоны, сотни людей, вот как войну, суда, и мы решали вопрос в том, где, как их разместить. Это первая задача, такого государственного плана, с которым мы столкнулись, еще не имея, собственно, и никто не имел опыта, потому что с войны прошло очень много времени. Это все пришлось на нас. А затем экономические сложности. Очень трудно было, потому что объективно был спад в экономике, и некоторые решения, в том числе на областном уровне, которые очень создали сложную ситуацию для нашего бюджета. Бюджет экономики, в конце концов, выправилась, и города экономика за пять лет, она росла, но вот бюджет муниципалитета, он был в крайне сложном состоянии, и несмотря на это, мы решали задачи, основные задачи развития города Новосибирска. Вот чего удалось добиться? Ну, прежде всего, Новосибирск продолжал расти. За это время он вырос на 70 тысяч жителей, и продолжается ежедневно, этот рост прибавляет, и за счет естественного прироста, и за счет миграционных процессов, потому что к нам едут сюда, потому что Новосибирск очень интересен, интересен для того, чтобы здесь учиться, строить карьеру, создавать семью, свое будущее. И в этом отношении Новосибирск очень притягателен своими возможностями потенциальными. И город Новосибирск рос, и сегодня численность, вот такая махина, наш мегаполис, больше 612 тысяч, это только официальные цифры. А если с учетом вот всего нашего подбрюшья, всей нашей агломерации, 2 миллиона жителей мы с вами имеем, особенно в дневную, эту маятнику, эмиграцию, когда едут сюда работать изо всех наших окрестных деревень, сел и районных центров. Это, я специально эти цифры называю, чтобы вы почувствовали. За эти годы мы прирастали новыми кварталами, около 7 миллионов квадратных метров жилья, более 1 миллиона, каждый год мы вводили и не останавливались, несмотря тоже на трудности, постигающие наш строительный комплекс. Мы продолжали развиваться. Развивался в том числе и Зальцовский район. Здесь рос наш зоопарк, которому мы присвоили имя Ростислава Шила, умершего и покинувшего нас. Но зоопарк прибавляет, смотрите, и в благоустройстве своем, и появился дельфинарий, совершенно новый такой объект. В центре страны есть возможность нашим ребятишкам увидеть вот этих диковинных животных и даже поучаствовать. И даже системой существуют, комплексы лечебного оздоровления в этом бассейне вместе с этими животными. Как говорят специалисты, это приносит очень-очень серьезный эффект. Из-за трудностей, которые были, мы вынуждены были сосредоточиться на трех приоритетах. В связи с тем, что бюджетные возможности крайне сложны были. Но прежде всего, это приоритет первый, это создание комфортной среды. Это зеленые зоны, парки. Мы сосредоточились также на развитии социального сектора. Это детские сады и школы. Мы сосредоточились на решении серьезной очень проблемы решения транспортной доступности, потому что город растет, он расширяется, растут новые кварталы. А вот вопросы транспортной доступности из удаленных районов, это серьезная очень проблема нашего мегаполиса, и ее надо решать. Как мы решали эти проблемы? Ну, прежде всего, если о транспортной доступности, то более миллиона квадратных метров дорог каждый год подвергались ремонту. Несмотря на то, что не хватало всегда денег, не хватало бюджетных возможностей, и часто очень нас критикуют, особенно по весне, когда вскрывается снег, когда растаял лед, обнажаются все наши вот эти недостатки, пробоины. Говорят, видишь, вот дороги у нас в каком состоянии? Это накопившийся недоремонт. Нам надо больше денег, нам надо удвоить. Мы способны в два раза больше ремонтировать за летний период, но вот сколько денег у нас выделено, вот по этим деньгам мы проводим этот ремонт. Но, несмотря на эти ограничения, мы продолжали строить новые дороги. И именно здесь, в Зальцовском районе, недалеко от вас, новая дорога, которой присвоено имя легендарного директора экрана Георгия Каланды, вот эта дорога, мы ее продолжаем строить, сейчас третий этап ее в разработке, а этим летом мы собираемся сделать перемычку через железную дорогу и таким образом сделать доступным проезд для жителей 5-6 микрорайона от улицы Фатеева на улице Гребенщикова там этот переезд организовать и будет решена эта очень важная проблема. Мы занимались развитием прежде всего общественного транспорта. Это был наш посыл с самого начала развивать именно общественный муниципальный транспорт. Знаете, все эти годы были специалисты, которые меня убеждали в том, что да что ты муниципальный, да брось ты его, да дай ты все в частные руки, да пусть частник всех представьте себе, что бы произошло, если бы мы это сделали. Ведь все недостатки общественного транспорта, неритмичность движения, нарушение графика, вечерами вот это долго ждем, это от того, что кто-то просто не соблюдает эти правила и прежде всего это балуется именно частник. И поэтому муниципальный транспорт, именно развитие муниципального транспорта было у нас в приоритете. Мы первые, до нас 30 лет не занимались электротранспортом, мы первые проложили, пусть небольшую, но новую трамвайную линию. Вообще говоря, занялись нашим трамвайным, развитием трамвая, даже назвали, такое название, ренессанс, ренессанс новосибирского трамвая. Мы вернулись к строительству, к развитию метрополитена. И в этом году начинаем развивать дальше наш метрополитен, строить станцию спортивная, а дальше будем достраивать Дзержинскую линию. То, что касается развития социальной сферы, вот этого приоритета, это прежде всего школы и детские сады. Несмотря на трудности с бюджетом, эта тема очень важная, ведь растет население, увеличивается количество ребятишек. По школам, по детским учреждениям прибавилось 62 тысячи ребятишек пришло в детские сады и школы. Вот настолько вырос наш город Новосибирск. И рост этот продолжается. Поэтому эти места новые нужны. 29 новых детских садов, 9 новых школ. 7 детских садов строим в этом году, и мы их ведем в действие. Три школы в этом году к 1 сентября откроют свои двери. Это новые школы здесь, в нашем городе Новосибирске. Это увеличение мест. Ну, а так вот, вспоминая нашу историю, с чего началась моя деятельность по детским садам, то здесь детский сад номер 59, два было заброшенных здания. Это бывший институт социальной реабилитации, здесь недалеко. И он принадлежал федералам, то федеральная собственность была, поэтому строить было нельзя. И я тогда использовал свои наработанные связи в Государственной Думе, еще помнили меня, знали. И мне помогли оформить муниципальную собственность в кратчайшие сроки. И вот эти два новых корпуса из старых детских садов мы провели. Это первый мой опыт строительства детских садов именно здесь, на небольшой площадке. Поэтому это очень важное направление. Вот только что мы стояли, говорили, ко мне подошел товарищ, я говорю, слушай, у тебя в программе все хорошо, но только на медицинские темы ничего не сказано. Да, да, не сказано. Напоминаю, потому что на государственном уровне принят закон о передаче полномочий от местного самоуправления, вопросов медицинского обслуживания на уровень субъекта. В городе, в мэрии нет даже горздравотдела, когда я приступил к работе этой. И вопрос эти передано на область. Это недостаток, это серьезный, конечно, недостаток. Мы это ощущаем. Мы постоянно с губернатором сегодня в переговорах говорим о том, что надо бы все-таки, наверное, какие-то полномочия возвращать в муниципалитет, потому что лучше с медицинским обслуживанием не стало. Мы зарезервировали семь новых площадок под строительство новых поликлиник в городе. Мы их передали Министерству здравоохранения в правительство Новосибирской области, чтобы на этих площадках возводились новые поликлиники. Но планы и есть, надеемся, что они будут реализовываться, но я подчеркиваю, это полномочия уже не муниципалитета, поэтому эта тема у нас и не звучит. Но тем не менее проблема социального обслуживания она остается нашей. И нам удалось не просто сохранить систему социальной поддержки, мы ее развили сегодня. И работаем в этом направлении. И главная задача сегодня сделать активным образ жизни наших ветеранов. Большое внимание к нашим ветеранам, к нашим пенсионерам. У нас развивается такое направление, как серебряное волонтерство. Создание центра серебряного волонтерства в Новосибирске получило федеральную поддержку. За этим опытом обращаются федералы к нам, и мы работаем в этом направлении. И когда говорят о том, что а вот как массовый спорт у вас развивается, я говорю, хорошо развивается. Прежде всего за счет наших ветеранов. Наши ветераны очень любят заниматься коллективные занятия гимнастикой, и очень много ко мне обращений помоги организовать, дай инструкторов, дай тренеров. Мы в этом направлении работаем. И вообще ветеранская тема, она стала главной. Наше сотрудничество с советами ветеранов и с районным советом ветеранов. В каждом из 10 районов есть свой совет. И с городским советом ветеранов, и с ветеранскими организациями на местах, это находится сегодня в приоритете у нас. Именно по инициативе ветеранов у нас сегодня проводится четвертый год патриотическое эстафета поколений. Мы вышли на финишную прямую к юбилею победы на следующий год. Мы развиваем вот это направление, работаем вместе. Еще один приоритет, это приоритет комфортной создания комфортной среды. Вы знаете, по всем опросам сегодня новосипирцы на первое место ставят вопросы комфорта, проживания, вопросы благоустройства территории, прилегающей вот к своему дому, к тому двору, в котором живешь. Поэтому мы занимались этим и за это время, вот я напоминаю, такая программа реализуется весьма успешно, это капитальный ремонт домов. Помните, с чего начинали? Мы начинали с того, что мы не принимали эту программу, мы не понимали, как она будет работать, были даже протесты, были митинги, были пикеты, но за эти годы капитально отремонтировано в Новосибирске более 1600 домов. И если начинали с протеста, то сегодня даже мы получаем иногда, иногда, но получаем благодарность от людей, капитальные, ну, дома которых подверглись капитальному ремонту. Вот здесь недалеко площадь Калинина, но самый яркий пример сталинской, сталинские вот эти дома стоящие, вот один из двух этих домов, он был капитально отремонтирован, тяжело приходилось, тяжело, за три года его отремонтировали, начинали с крыши, да, потом и стены, и внутри отремонтируют, сейчас благоустройство внутри двора ведется, но это такой очень хороший, интересный пример, как удается при активной позиции самих жителей решать эти проблемы. Но работают и программы благоустройства дворов, и каждый год, последние годы, мы не менее трехсот дворов ремонтируем, в прошлом году триста пять дворов, в этом году в общей сложности триста шестьдесят девять дворов будут уже ремонтируются. Программа эти развернуты, здесь и программа и федеральная, сорок шесть дворов, и наши региональные программы, так называемая упрощенная программа благоустройства и программа выполнения наказов избирателей, на которые специально выделены деньги. И вот ваши депутаты, в частности Андрей Геннадьевич, который начинал эту встречу, при его активной позиции удалось выделить специально деньги и на этот сквер в этом году пять с половиной миллионов рублей здесь будет продолжаться благоустройство, здесь появится городок, я вам так по секрету скажу, детский городок в виде Кремля, ну такой вот он внешне оформленный, но надеюсь это будет красиво, интересно для ребятишек и послужит благоустройство. Вообще-то говоря, когда первый раз мы сюда пришли, пять лет назад здесь все было в гаражах, в каких-то вот железные гаражи стояли, и немало пришлось потрудиться для того, чтобы навести порядок, и вы видите, потихоньку, каждый, не сразу, но каждый год мы прибавляем благоустройство, это очень важно, но мы взялись за зеленые зоны в целом в городе, наш здесь Зайльцовский парк, с чего мы начали, мы остановили там незаконное строительство, пришлось даже прибегать к таким решительным мерам, как сносить незаконное строительство, это очень конфликтная ситуация, поверьте, это сложно всегда, потому что силы очень такие включаются для того, чтобы защитить, помешать, защитить вот эти незаконные застройки, мы преодолели, сделали это, мы сегодня, мы отремонтировали центральный парк, и сегодня там строится уникальный фонтан, уникальный для нашего города Новосибирска, вот ваш депутат Валерий Науменко где-то здесь был, Валерий Владимирович, он возглавляет как раз учреждение, которое занимается фонтанами в городе Новосибирске, вот ему предстоит осваивать, это сложное очень сооружение, запускать его, потому что фонтан это так называемый сухой, плоский, там нет ванны, то есть это будет такой фонтан особый с управляемыми строями, даже светомузыкальный фонтан, на него будут проектироваться различные цветовые композиции, ну и конечно большое внимание в том числе и Зальцовскому району, потому что 50 дворов в Зальцовском районе в этом году будут благоустраиваться, вот это особое направление комфортный город, вообще вопросы экологии им придается большое значение, новосибирцы задают вопросы, может быть и у вас появятся, я сразу так предупреждаю некоторые вопросы хочу сказать, мы начинали с пыли, помню первый вопрос, я на большом совещании, когда собрался весь аппарат мэрии, и я задал, почему у нас пыль в городе, вот это один из первых вопросов, задач, которых я поставил, на самом деле очень сложно, это непросто, потому что отказаться от технологий зимнего содержания с помощью песко-соляной смеси очень трудно, это самая дешевая, самая простая технология, она позволяет предохранять нас от ДТП, от травм, один из показателей работы, эффективности администрации зимой, я всегда задаю вопрос, мне отчитываются главы администрации еженедельно передо мной о том, как они работают зимой, летом, и один из показателей, а сколько обращений в травм в пункт, и если всплеск зимой, значит плохо ухаживайте за дорогами, сыпьте больше, и сыпали, сыпали от души весь этот песок, соль, а потом по весне это все надо убирать, а это все превращается, в конечном итоге перемалывается колесами, как мельница, превращается в пыль, и отсюда все наши трудности с экологией, в этой зимой мы впервые опробовали новые технологии, новый реагент Дианор, новые смеси, крупные смеси, это так, гравий, который не из песка, не из карьера, вот как раз в результате обработки крупного камня получается, и я поставил задачу, вот начиная со следующей зимы, отказываться от песко-соляной смеси, и это кардинальным образом скажется на экологическом состоянии атмосферы нашего города. Мы перешли сегодня к тому, чтобы вместо трех приоритетов наши возможности расширяются, мы поставили задачу развивать город по семи направлениям, здесь и комфортный город, здесь и спорт, здесь и здоровье граждан, здесь и образование, и наука, и поддержка нашей промышленности, семь направлений таких, у нас улучшились возможности наши, потому что мы сделали ставку не на конфронтацию, откровенно скажу, мы сделали ставку на то, чтобы объединять, искать союзников, мы сумели договориться с областной властью, да, мы договорились сегодня, и находим понимание на уровне федерации, чтобы попадать в федеральные программы, и получать деньги федеральные для того, чтобы развивать город Новосибирск, мы сегодня сделали все и попали в программы федеральные такие, как умный город, и получаем, надеемся получать финансовую поддержку для развития этого очень важного направления, переходить к цифровым технологиям, чтобы управлять и энергетикой, и движением автотранспорта, и светом на наших улицах, и остановки умные, чтобы появлялись на всех наших улицах, мы сегодня сделали все, чтобы попасть в этот проект проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года, но кажется всем, что это только строительство новой ледовой арены, нет, нет, это возможность получения финансирования для развития и транспорта, и дорог, и благоустройства, и в целом изменить облик города, это очень хорошая такая возможность, возможность улучшения жизни города, что бы мы ни планировали, какие бы планы мы ни строили, в центре остается человек, это все делается для человека, для новосибирца, даже, ну, во-первых, для тех, кто живет сегодня, но ставя задачи, я все время привожу в пример наших предшественников, тех, кто работал в советское время, тех, кто развивал, строил город и плодами труда которых мы пользуемся сегодня, они умели заглядывать вперед, на год, на пять, на десятилетия, они сделали Новосибирск, и при вашем участии, активном, кстати, здесь очень много ветеранов, сделали город для нас с вами, вот, надо свою работу строить таким образом, чтобы мы построили благоустроенный Новосибирск, преобразовали его для наших детей уже, для внуков, для правнуков, как знать, может быть, пройдет какое-то время, и они о нас скажут доброе слово, ради этого мы и трудимся, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня на эту встречу, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Сейчас Андрей, Андрей Геннадьевич поможет. Сейчас тут есть желающие еще выступить, вот, уважаемые товарищи, у нас здесь действительно сегодня предвыборная встреча, поэтому мы действуем в рамках предвыборного законодательства, я знаю, что очень многие бы хотели послушать Веру Анатольевну Ганзя, она здесь присутствует, но депутат Государственной Думы не может выступать. Так, Вера Анатольевна? Да. Вот. Поэтому, уважаемые товарищи, я хочу пригласить на эту сцену Владимира Сергеевича Филатова, председателя ТОС Ботанический. Вопросы задаем в палатке. Вот, подойдите к палатке, там можно записать вопрос. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, здорово, что здесь сегодня столько много людей. Вот, мне бы тоже хотелось так вкратце пробежаться, как я вижу вот эти пять лет, да, действительно, не было у нас в городе такого большого количества детских городков, спортивных площадок, площадок ГТО. не по-настоящему отрадно видеть, что наш город становится городом для людей, для нас, для горожан, а не только для бизнеса, как вот это было раньше. У нас, ведь, посмотрите, как развиваются зеленые зоны, какая прекрасная набережная, да, это же уже визитная карточка нашего города, там приятно, приятно ходить, а ведь этого не было, это раньше было что-то ужасное, туда вообще страшно было зайти. конечно строятся больницы, строятся детские сады, это здорово, это классно, я думаю, этого будет еще больше. И дальше, ну, я надеюсь, что мы только совместно все с нашим замечательным мэром, мы только усилим эту работу, и у нас город действительно будет процветать и будет замечательным, красивым для людей городом. Как же можно оценить, какую оценку можно поставить работе мэра? Я считаю, что за прошедшие пять лет эта оценка пять. Я считаю, что вы должны 8 сентября прийти на выборы и поддержать кандидатов мэра Анатолия Евгеньевича Логдя. Ура, ребята! Обязательно придем! А я хочу пригласить Мисюк Елену Михайловну, председателю ТСЖ Дуси Ковальчук 258. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нашего дома очень хорошо знают депутатов депутатского корпуса КПРФ и нашего мэра. Это связано с тем, что наш двор буквально за пять лет на самом деле преобразился. И это не слова, так на деле. А все началось с того, что в 2014 году мы увидели, что у наших соседей в других домах появились футбольные площадки. Ну, очень захотелось иметь такую же, потому что ребятишки из нашего дома буквально пинали и играли футбольным мячом на проезжей части. И всегда сердце кровью обливалось, когда я смотрела из окна. Думаю, ну не дай бог случится несчастье, машина наедет на ребенка. И вот я прихожу в офис на площади Калинина к Андрею Геннадьевичу Жирнову с этой просьбой. У него был всего один вопрос. Он меня спросил, а она будет востребована? Я говорю, ну конечно. Хотя я не была уверена, но сказала уверена. Вот. И Андрей Геннадьевич вместе тогда еще Андреем Скатовым, Артемом Скатовым, извините, пришли к нам в дом разговаривать с теми жителями, которые даже были против бесплатной вот этой замечательной футбольной площадки. Они пришли и убеждали их. И с тех пор у нас есть площадка, ей уже 5 лет, мы ее обслуживаем. И дети из нашего дома, из ближайших домов и в снег, и в дождь, и с бабушками, и с папами, и большие, и трехлетние малыши, и бабушка держит удар, малыш пинает. Ну, у меня вот правда сердце радуется. Затем нам предложили установить площадку для ГТО. Она у нас уже есть. И точно так же востребована. То есть у нас сегодня весь дом просто в спорте, действительно. На этой площадке каждое утро кто-то занимается в течение всего дня. И маленькие ребятишки, и взрослые. А еще депутаты Андрей Геннадьевич Жирнов, Валерий Владимирович Науменко и Ирина Валерьевна Диденко, они нам устроили огромный праздник, на котором, кстати, и вы присутствовали. Вот. И вы знаете, это стало доброй традицией. После этого нашим жителям очень понравилось. Праздник был замечательный. Там был мастер-класс от спортсменов, ведущих, чемпионов Новосибирской области и России. Дети просто в восторге были. Праздник был большой, никто не расходился, громко звучала музыка, и было много всего интересного. С тех пор это стало нашей традицией, и мы уже провели сами два праздника. То есть это тоже положительный пример для нас и опыт наших друзей теперь уже. И они также присутствовали на нашем празднике. К нам приезжал Андрей Геннадьевич, Валерий Владимирович, поздравляли с днем рождения наш дом. И мы в этом году еще устроили один праздник День защиты детей для наших ребятишек. Это стало доброй традицией, опять же, благодаря вам. Потому что вы нас научили, вы показали нам такой пример. Затем, вот что интересно, уже не мы обращаемся, а к нам иду с предложением. Нам предложили заасфальтировать нашу, ну вот, неухоженную парковку большую. Она была щебнем, засыпана грязь, пыль, сами понимаете. Нам предложили, значит, заасфальтировать эту площадку. Ну, я подумала, подумала, думаю, ну, что же одну-то? У нас же еще есть две, и у нас же еще есть участок при домовой территории и у трех подъездов тоже не очень хороший асфальт. Я обратилась, а можно больше? Мне сказали, пишите все, мы посмотрим. Вы знаете, посмотрели в нашу пользу. И у нас теперь заасфальтировано все. Три парковки вместо одной и три подъезда. И вы знаете, что вот интересно, да, что этот коллектив до такой степени отрабатывает и честно, и добросовестно делает свою работу. Мы с Науменко Валерием Владимировичем принимали эту парковку, этот асфальт. Мы ее вскрывали, мы заставили две парковки переделать. Потом снова принимали. Да? Было такое. Но я хочу не только сказать о благоустройстве, я еще хочу сказать об отдельных департаментах работы мэрии города Новосибирска. Это вот как раз вот в период, когда Анатолий Евгеньевич работал вот у нас, да, был мэром. Ну, есть мэром. Я хочу сказать о департаменте ЖКХ, потому что именно с этим департаментом нам приходится работать, управляя домом. Когда мы забрали дом, управляющий компанией с трудом за Ильцовской, это был 11-й год. Абсолютно заброшенная территория, постоянно разрытая территория, проходит много коммуникаций, в безобразном абсолютно состоянии. Вы знаете, честно, в какие двери только я не стучалась, какой только переписки у меня нет. Сменитость несколько начальников департамента, я побывала у каждого. Да, вот, пришла к переозеву Дмитрию Геннадьевичу в 16-м году. Все, больше земля у нас не разрыта. Поэтому я хочу поблагодарить всех депутатов депутатского корпуса, их помощников, они замечательные абсолютно, нашего мэра, потому что именно за эти 5 лет наш двор преобразился. Как я уже сказала, наши люди очень хорошо вас знают. Мы с вами, мы с вами, с вами тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Елена Михайловна. Действительно, Анатолий Евгеньевич присутствовал у них во дворе, когда открывали площадку ГТО вместе с чемпионом России. И я хочу пригласить на эту сцену Науменко Валерий Владимирович, депутата городского совета Новосибирска. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте. Вот, даже не знаю, что сказать. Вот сейчас вроде как тяжелая перед нами задача, да, потому что столько у нас кандидатов. Мне вот на данный момент их зарегистрировано 15 человек. Кто они? Ну, большинство из них мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем. А с другой стороны, задача у нас простая. Кандидат Локоть, инженер, физкультурник, коммунист. Кого нам еще надо? Я считаю, выбор у нас однозначно в пользу Анатолия Евгеньевича. Это раз. И мы должны поддержать его не просто вяло прийти на выборы, мы должны оглушительно победить. Почему? Да потому что из 100% налогов, которые собираются у нас в городе, вот рубль, вот из рубля у нас остается копеек 12, наверное, где-то. А все остальное уходит туда и превращается в яхты, превращаются в дворцы во Франции и так далее. Вместо того, чтобы инвестировать в наш родной город. Ведь вы вспомните, какая краса и гордость. Сепсельмаш. Да. Текстильный, текстильмаш, который поставлял в 37 стран мира свои станки. Таких заводов погибло десятки, сотни в нашем городе. Их надо поднимать. И я считаю, что в этом деле помощь вас неоценима. Считаю, что поддержка Анатолия Локтя это приоритет. Мы должны прийти не только в тот актив, который находится здесь. Мы должны поднять своих соседей, друзей, для того, чтобы в день голосования прийти и отдать свой голос за того человека, который развернет наш город и направит его в нужном направлении. Поддержим Локтя. Где Локоть, там победа. Ура, товарищи! Ура! Поддержим! Владимир Владимирович, не уходите, побудьте пока на сцене. Анатолий Евгеньевич, вот есть несколько вопросов к вам, от жителей. Первым, планируется ли благоустройство площади Калинина? Безусловно, мы будем ремонтировать площадь Калинина. Мы отремонтировали в прошлом году по программе БКД Красный проспект. Мы вообще достаточно активно работаем, как я сказал, по этим федеральным программам. Но начиная с этого года появляются новые возможности, если до этого решила просто о ремонте. и участвовать в этой программе. То с этого года у нас получается, появляется возможность реконструкции. Поэтому будем работать над площадью Калинина в том числе. Вообще, я поставил задачу освободить все наши площади, продумать. Концепция сегодня, она разработана, уже так называемый дизайн-код, по которой все площади будут освобождены от рекламы. Ну, вы видите, вот это вот... Вот это самое главное. Эти конструкции, так, мягко говоря, они напоминают разные, наводят на грустные размышления порой. Но от этого надо, конечно, уходить. Это 90-е годы. Мы будем сносить все эти рекламные продукции. Площади будем благоустраивать. Все, и не только площадь Калинина. Поэтому это у нас в планах. В городе много пыли. Проводятся ли какие-то мероприятия, чтобы уменьшить количество пыли? Антон Евгеньевич. Ну, я достаточно подробно рассказал, я могу к этому добавить, что мы целое исследование проводили. Природу этой пыли заказали работу в прошлом году двум научным организациям, независимым, разным. Ответ получили практически синхронный. одинаковый, пересекающийся. Происхождение пыли, я сказал, это прежде всего остатки того, что мы сыпем всю зиму. Второе, это строительная пыль, то есть строительная грязь наших стройплощадок, потому что далеко не все строители соблюдают правила. Они должны обязательно мыть машины, колеса, чтобы не вывозить всю эту грязь. Это не везде происходит. Ну, и я такую непопулярную вещь скажу. Еще это пыль от частных машин. Килограммы пыли везут вот грязные машины. Приехали с отдыха, приехали откуда-то с сельской местности, с дачи, еще откуда-то, не помыли машины. И сюда, в центр. Вы не поверите, кажется, что это ерунда. Килограммы. Специально проводили опыт, исследование в этом направлении. Мне мои помощники говорят, ты об этом не говори, не обижай людей. Это правда. Это правда. И над этим надо думать. И когда я вижу машины, стоящие вот у нас в городе новосибирские автомобили, в том числе на газонах, во-первых, портят газоны, во-вторых, вот эту грязь с газонов тащат туда. Вот все, что мы убрали, все, что мы помыли, дальше все это. Поэтому это целый комплекс мероприятий для того, чтобы бороться с пылью. Но самый главный шаг, как я вам сказал, мы сделали. Мы отказываемся от пескосоляной смеси. Этой зимой уже на площади Ленина мы песок не сыпали. И разница весной, вот, она была прямо ощутима. Поэтому дальше этот опыт будем распространять на весь город. Ну и кроме того, дальнейшее благоустройство. Благоустройство не только многоквартирных дворов, где многоквартирные дома стоят, но и частного сектора. Это тоже важно, потому что до нас частным сектором не занимались. Я даже знаю некоторых руководителей, которые приехали к нам из других областей, они удивлялись и говорили, как, зачем вы частный сектор? Зачем вы благоустраиваете? Уже сносить, я говорю, 30% населения города Новосибирска живет, ну не 30, 25, живет у нас в частном секторе. Поэтому благоустройство дорог в частном секторе это тоже борьба с пылью. Обустройство зеленых зон это тоже борьба с пылью, потому что самый лучший фильтр это вот эти вот зеленые зоны. Это целый комплекс мероприятий. Анатолий Евгеньевич, ну у нас в Зельцовском районе как раз очень много частного сектора, тут недалеко Ножуковского, но вот еще важный вопрос, который часто задают люди, когда наведут порядок с уличной торговлей? Это очень болевая точка, очень такая важная, важный вопрос, который задали, мне часто его задают этот вопрос. Вообще некоторое время мы просто проигрывали, каждое лето мы боремся с этой сезонной неорганизованной торговлей и честно говоря пару лет мы просто проигрывали этой торговлей, не могли с ней справиться. Во-первых, особенности нашего законодательства, которое защищает и не позволяет принимать эффективные меры оформление административных протоколов. У нас долго была разобщенность с полицией, полиция не понимала нас, мы не понимали полицию. Наши административные органы, в том числе администрации, которым я ставил задачу бороться с незаконной подчеркиваю торговлей, они сталкивались с такими явлениями, когда им просто угрожали физической расправой, мы столкнулись с тем, что даже жгли, били машины, всякое было. Сегодня мы потихоньку отлаживаем механизм борьбы с этим очень плохим явлением. Почему это плохо? Во-первых, неорганизованная, незаконная по сути своя торговля она не дает гарантии за качество продукции. Вот вы покупаете у них на лотках, где документы, что это, откуда взялась эта продукция, где сертификаты, соответствующие справки, фактуры, этого ничего нету. Они вам и не предъявят их, потому что это нанятые, как правило, люди, у которых отняли даже документы. Почему с ними трудно бороться? Подойдя к нему, оформить на него протокол административный, а у него документов нет. Надо же выяснить, где он живет, его адрес, а у него ни паспорт, ничего, у него все забрали. То есть, это такие подневольные очень люди. Во-вторых, они ведут торговлю, не платя ни налогов, ни каких-то хотя бы арендной оплаты. То есть, это ущерб наносится в целом экономике города, потому что они располагаются рядом с теми, кто торгует по законам. Те, кто платят по законам, оказываются заведомо в неравных условиях. У них и налоги, и все это накладывается на цену продукции. А у этих товарищей в скобках в кавычках нет. Поэтому борьба с ними это общая задача. Я почему подробно все вам рассказал? Я предлагаю создать просто общественное мнение такое. Вот непринятие этой торговли. Если мы создадим это мнение, если мы будем понимать, что у них покупать нельзя. Вот просто у этой машины, которая подъехала, вдруг на газон заехала, или на тротуар, вывалила ящики, вывалили они ящики из своего кузова и тут ведут. Но нельзя у них покупать. Потому что пока есть спрос, есть предложение. Это серьезное явление, которое коверкает и внешний облик нашего города не красит. Появляется это все в летнее время, как я сказал. Сегодня появляется, мы отладили механизмы, мы ведем эту борьбу, но я обращаюсь все время при каждом выступлении ко всем новосибирцам. Давайте вместе. Вместе бороться поймем, что нельзя это наносит вред и здоровью, и внешнему облику, и экономике города. Так, Анатолий Евгеньевич, вот про экономику города. Вопрос. До каких пор мы будем отдавать 80% налогов в Москву? Вопрос поставлен не совсем корректно. Москву это не 80%. В Москву на самом деле в соответствии с федеральным законодательством нам местному самоуправлению в городе Новосибирске 13% налогов от всех собираемых. Валерий Владимирович говорил про 12 копеек, но не 12, 13 копеек. Сегодня 13% остается здесь. Очень сильно ударило по бюджету муниципалитета в свое время решение, когда у нас забрали 10% НДФЛ. Это случилось в 2014 году. У нас бюджет сразу муниципалитета уменьшился на 3,5 миллиарда. Это очень серьезные потери для нас были. Поэтому мы сегодня разговаривая и с областью, и с федералами, мы доказываем, что надо добавить самостоятельности таким городам, особенно как город Новосибирск. Город Новосибирск драйвер вообще развития экономики всего собирается на территории города сегодня по итогам 2018 года 155 миллиардов всяких налогов. 155 миллиардов. Это серьезная сумма. Город может служить драйвером экономики, только надо развязать нам руки, нам больше оставлять. Тогда мы будем развивать, сами строить, не будем просить, ни за кем бегать, чтобы ремонтировать и строить новые дороги, новые детские сады. Развивать будем самостоятельно транспорт. Нам из трех миллиардов сегодня вернули в результате этих переговоров один миллиард. Сейчас мы о следующем миллиарде договариваемся на следующий год, но вообще конечно надо делать, увеличивать возможности. Потенциал города очень большой и надо оставлять побольше средств суда, тогда мы будем иметь возможность и самодеятельные организации наши поддерживать. Очень часто ТОСы, активисты наши говорят, ну ты помоги нам с грантами, ну ты дай побольше нам средств для проведения тех или иных конкурсов, озеленения наших дворов. Ну пока вот руки связаны. Вот мы говорим о том, чтобы руки нам развязали. Ну сегодня понимание во всяком случае на уровне субъекта такое есть. Мы движемся, как я сказал, в этом направлении. Если эта тенденция сохранится, то я думаю, что в скором времени эта политика экономическая даст серьезный успех и возможности для развития города. Антолий Генщинов, в продолжении этого вопроса вы говорили про развитие общественного транспорта, что ему уделялось большое внимание впервые за многие годы. Вот можно сказать, когда заменят, произойдет массовая замена трамваев, троллейбусов и другого общественного транспорта? Заменой трамваев мы занимаемся. Вообще развитие электротранспорта, я мало в выступлении об этом сказал из-за экономии времени, развитие электротранспорта, рельсового именно, это магистральное направление с тем, чтобы освободиться от пробок. Вот город Новосибирск, он сложился, его каркас вот такой, улицы, проспекты, вот Красный проспект, вот улица дачная, вот изменить сложно, но не будем же строить новую дорогу вот через этот сквер Тимирязевский. Это невозможно. Поэтому исходя из этого, надо строить свою транспортную политику. Количество машин, которые увеличиваются, если все пересядут только на индивидуальные машины, то наш город просто вот этот каркас транспортный, он не выдержит, он просто закупорится, остановится. Мы близки к этому. Есть международная такая шкала, расчеты, специалисты посчитали, мы находимся уже по этой шкале в красной зоне, в тревожной зоне. Поэтому надо развивать общественный транспорт, надо вернуть пассажира на общественный транспорт. И этим мы занимаемся. Мы начали заниматься обновлением трамвайного парка. Вот 17 новых трамваев, просто которые мы построили, реконструировав старые трамваи, по совместной программе с нашими братьями белорусами, у нас работает совместное предприятие БКМ Сибирь, сейчас еще дополнительно еще 4 трамвая. Мы закупали, да, это были, конечно, бывшие в употреблении трамваи, но мы их ремонтировали, приводили в хорошее состояние и запускали, поэтому мы обновляли трамвайный парк, мы этим делом занимались. Но сегодня мы подошли к той черте, когда надо ремонтировать рельсовое хозяйство. И неделю назад я проводил совещание на левом берегу в нашем трамвайном парке, в депо нашем трамвайном левобережном и поставил задачу разработать бюджет следующего года с учетом того, чтобы сделать упор на реконструкции трамвайных путей. Надо делать современные трамвайные пути и таким образом освобождаться от пробы. Еще один вид транспорта совершенно новый, необычный для города Новосибирска и в целом такой уникальный для городов России это городская электричка. Он кое-где реализован, в частности в Москве, там в качестве опытного такого эксперимента запущен этот проект. Мы подошли к тому, чтобы этот проект запустить у нас. Несколько дней назад вместе с губернатором, вместе с начальником западно-сибирской железной дороги проехали по маршруту возможному этого транспорта. Городская электричка, у нас все есть, рельсы есть, пути есть, надо остановочные пункты. Железная дорога берет на себя оформить новые остановочные пункты. Мы город берем на себя с тем, чтобы к этим остановочным пунктам подвести общественный транспорт и дороги доделать, которые еще там пути не оформлены, и таким образом в ближайшее время запустить этот проект. Это очень перспективный проект, при относительно небольших затратах мы получим существенное такое вот новый вид транспорта, как сказал. Нам надо обновлять наши троллейбусы и автобусы. Чемпионат мира 23-го года со старым этим вагонами мы с вами не проведем, не вывезем мы. Поэтому задача вот сейчас послезавтра состоится в Ленинграде наша встреча с белорусами очередная, где будем вместе с губернатором договариваться о том, о закупке, но я надеюсь мы все-таки делаем ориентировку на МАЗы, на автобусы, если говорить об автобусах дизельных, на МАЗы. Эти автобусы очень хорошо показывают себя у нас в наших условиях, наши водители, вся инфраструктура она готова для того, чтобы эксплуатировать эти автобусы и в ближайшее время провести массовую закупку этого вида транспорта. Ну и троллейбусы. Мы будем закупать, мы будем развивать троллейбусы в отношении закупки подвижного состава троллейбусов с автономным кодом, с динамической подзарядкой. С тем, чтобы там, где у нас контактные пути, они едут, работают как троллейбусы, а подойдя туда, где контактной сети нет, они двигаются дальше за счет аккумуляторов и имеют возможность таким образом продлить свое движение, свое маршруты. Вот такие у нас планы. Начинать надо с этого года. Если мы в этом году просто не приступим, мы не успеем к чемпионату мира. А нам надо успеть. Так, Анатолий Евгеньевич, вопрос, когда завершится строительство улицы Георгия Коланды? Улица Георгия Коланды, два этапа мы, видите, мы сделали, реализовали этот проект. Сейчас, в этом году, идет разработка документации следующего этапа, и со следующего года мы планируем приступить к строительству следующего этапа. он пока ПСД не сделал, но сложно сказать, какие там будут затраты. Следующий этап тоже очень емкий будет, потому что задача вывести эту дорогу туда, к северу, на улицу объединения, а она через овраг, там через неудобицу, там опять же придется работать с руслом нашей этой великой сибирской реки Ельцовки. Я не шучу, она очень коварная, она по весне доставляет нам очень много неприятностей, поэтому там надо очень внимательно с ней работать, это требует серьезных очень затрат, изменения и русла, и перенос коммуникаций, и с тем, чтобы преодолеть эти овраги, сколько, пока не знаю. Вот занимается тем, что разрабатывает сейчас этот проект, в зависимости от сложности его, от емкости финансовой, мы сможем сказать тогда, в какой временной, но со следующего года, как я сказал, мы планируем приступать к строительству следующего этапа, но уже в этом году стоит задача сделать вот это соединение через железную дорогу улицы Фадиева и Гребенщикова, тот, кто ориентируется, понимает, о чем я говорю, мы договорились обо всем железной дорогой, пробиваем вот этот железнодорожный переезд, и в следующем году заканчиваем еще улицу Мясникова, сделаем, и таким образом вот такой вот, вот эта перемычка уже заработает, ну, надеемся, в этом году, а в следующем году в полной мере на 100% 5-6 микрорайон почувствует облегчение. Анатолий Евгеньевич, вот вопрос по дольщикам ПТК-30 и Новомарусина и Тульская. Что делал город для решения проблемы обманутых дольщиков? Ну, очень серьезная проблема, и она серьезна в организации ее. Люди заплатили деньги, организации, те, кто взялся строить, взяли эти деньги. Потом произошло, ну, у тех, где объекты остановили строительство, кто-то попал в кризис, у кого-то сложности оказались, не исправились с проблемой, не закончили строительство, а кто-то откровенно просто деньги вывел, то есть украл. У нас мы насчитываем сегодня 49 объектов. Более 60 объектов за 5 лет мы ввели, достроили. Несмотря на вот эти все трудности, мы достроили. Но 49 мы насчитываем, что еще над этим надо работать. Вообще есть примеры, когда вот те, кто украли, уже осуждены, уже отсидели и вышли. А дома недостроенные с 2005 года стоят, потому что там величина вот этого недостроя исчисляется сотням миллионов рублей. 150 есть примеры, 250 до 300 миллионов рублей. Но где эти деньги везде? Поэтому здесь точечная работа по каждому объекту составлен свой план вывода из кризиса. В этом году уже по улице Тульской этот объект до конца года поставлена задача его закончить строительство и запустить. Это знаковый объект. Это знаковый, потому что люди там намучились. Там более 400 человек, дольщики, они, конечно, там, ну, ждут, не дождутся, когда будет закончен. Мы планируем этот объект запуску уже, как я сказал, в этом году. Но нам прибавило ПТК-30 к этим 49 объектам. ПТК-30 не хочу ни в чем винить этих людей. Они сегодня находятся под следствием, там их ждет суд, собственников. Но это проблема. По ряду объектов вот этой организации там недострой небольшой и в ближайшее время после завершения судебных разбирательств там арбитражи должны пройти, они должны пройти через процедуру банкротства. Они будут достаточно просто введены, закончено строительство, поскольку там недострой небольшой исчисляется. Но есть и более серьезные объекты. Ну что, это проблема. Будем строить дальше, будем заканчивать. Я как сказал, по каждому объекту у нас есть план ввода. Два объекта уже дополнительно в этом году введены. вообще планируют до 10 объектов в этом году в Новосибирске из этих 49 запустить. Вот так каждый год не сразу, не рывком, но последовательно эту проблему решили. Антон Генч, вот один из присутствующих предлагает запретить езду мотоциклов по Красному проспекту и повесить знак запрет проезда. Вообще проблема заслуживает того, чтобы ей заниматься. Поверьте, и у меня неоднократное обращение в ГАИ с тем, чтобы побороть это явление. ГАИ не очень охотно занимаются этим вопросом. Не потому, что не хотят. Есть опыт. Несколько случаев в истории города Новосибирска, когда вот органы ГАИ, пытаясь остановить, они убегают. гонятся и попадают в ДТП. Иногда это заканчивается очень печально. Дальше расследование, обвинение в адрес офицеров, что вы вот тут загнали, вы, значит, гонялись и так далее, и так далее. Поэтому ГАИ очень так аккуратно к этой проблеме относятся. И поэтому здесь вот такое противоречие, оно существует, трудность. Но я с вами абсолютно согласен. Эта проблема, она мучает жителей. И не только там мотоциклистов. Вообще, если честно, гоняются ночью. У нас есть случаи, когда и на машинах автомобилисты некоторые, автолюбители. Как правило, это молодые люди не всегда трезвые. Пользуясь ночным временем, суток, они вот снимают глушители, форсируют свой двигатель и вот с этим тарахтением, с гулом несутся. есть проблема. Будем заниматься дальше. Я вам обещаю, что мы этой проблемой будем дальше заниматься. Анатолий Евгеньевич, в продолжении этого вопрос, когда улица Ленина станет пешеходной, если не Ленина, то какая-то другая, будет пешеходная, будет ли у нас пешеходная зона? Я, вы, 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 вы так как, вот за пешеходную зону или нет? Понимаете, мы же с чем столкнулись? Я полагал, что вообще город Новосибирск заслуживает пешеходной зоны. Вот у меня сторонники, моя команда, она сложилась, и мы вообще за то, чтобы оформить пешеходную улицу в городе Новосибирске, в центре города, негде погулять. Но если есть Арбат в Москве, мы что, хуже Москвы? Лучше всего готова для пешеходной зоны именно улица Ленина, не Советская, а именно улица Ленина. Потому что Советская, она берет на себя транспортную нагрузку, параллельно, это альтернатива Красному проспекту, нельзя ее запирать. А вот улица Ленина, во всяком случае, ее определенный участок от площади Ленина до Советской и даже дальше, до Красного факела вполне могут взять на себя, можно их закрыть без особых потерь, об этом говорят исследования, об этом говорит ГАИ, но есть у нас, есть у нас некоторые, кто не согласен с этим, которым не нравится, что машины исчезают с этой улицей, поэтому мы с этим тоже столкнулись, с общественным мнением, но дальше мы планируем таким образом, все-таки у нас в планах привлечь финансы и подвергнуть реконструкцию улицы Ленина, то есть затратить ее, ее надо вот в таком виде, ее делать пешеходной, наверное, ну мы несколько раз, вы видели, на день города, во время проведения каких-то праздников, делали опыт такой, накопили, и видим, что надо подвергнуть ее ремонту, реконструкции, действительно обустроить ее под пешеходную, есть проект, есть хороший, очень красивый проект, разработки с такими, ну с реконструкцией каких-то старых, вот еще дореволюционных таких моментов красивых, поэтому мы планируем это сделать, и тогда перейти, логично перейти к оформлению ее в пешеходную зону, но абсолютно согласен, здесь нужна, общественная поддержка потребуется, потому что, как я сказал, некоторые у нас субъекты, юридические, предпринимательские круги, они недовольны тем, что там будет остановлено движение, потому что, естественное мнение здесь должно сыграть большую роль, мы провели голосование, абсолютное большинство новосибирцев высказывается за пешеходную улицу Ленин, поэтому будем работать, у нас планы. Так, Анатолий Евгеньевич, вот в первом блоке еще один вам вопрос, потом еще люди выступят, как вы отдыхаете, когда у вас отпуск, как вы его проводите, где черпаете вдохновение? Отдыхать на этой должности времени нет, честно говоря, город, он требует постоянного внимания днем и ночью, потому что город большой, постоянно что-то происходит, и почему-то все время происходит тогда, когда отвлечешься, поешь ли в командировку, поехал ли на отдых куда-нибудь, отъехал в воскресенье, не обязательно что-нибудь произойдет, поэтому я стараюсь минимизировать это время отдыха, хотя, если удается, я люблю проводить время на природе, как, собственно говоря, и большинство из вас. Я люблю рыбачить, я люблю плавать, это мое хобби, кататься на лыжах, но времени на это я не лукавлю, это правда, потому что здесь либо работать, либо работать, либо поэтому время на отдых, но оно очень минимально. Так, ну, Анатолий Евгеньевич, маленько передохните, вопросы еще будут, их очень много, вот, я бы хотел о чем сказать, вот, в этом году действительно по наказу депутатам законодательного собрания и городского совета наш Темирязевский сквер, он преобразится, вот, на месте вот этого бетонного куба будет новая сцена. Вот, с той стороны, справа, будет как раз и располагаться этот самый Кремль, детская площадка. Вот там на полянке будет спортивная площадка, воркаут, комплекс ГТО, то есть и для молодых, и для пожилых людей. Вот, комплекс ГТО. Будут новые скамейки и будет заменено освещение, поэтому осенью вы не узнаете Темирязевский сквер. И я бы хотел пригласить сейчас на сцену Юрия Анатольевича Зимина, руководителя инициативной группы «Защитим Темирязевский сквер». Спасибо. Здесь бурные овации должны быть. Ну ладно, так пойдет. Спасибо. Кто меня знает. Уж так повелось. Каждый граноначальник оставляет свой след на пространстве города Новосибирска. Тот остроит музыкальный фонтан, при ком там был построен мост или знаменитый дорожный горб. А мэр города Новосибирск Анатолий Локоть облагородил городскую набережную. Были недовольства, что плитка не по циркулю, бордюры не параллельны, пусть так, а в целом набережная состоялась. У нас 10 районов в городе и в каждом районе есть своя и не одна набережная. Так в Зальцовском районе это Тимирязевский сквер. 10 лет назад, тогда еще в администрации Зальцовского района, неравнодушные жители собрались на общественном обсуждении, которое вел архитектор района Лукьяненко. стоял вопрос об образовании этого сквера и предлагалось его назвать, так и назвали Тимирязевский. Но на территории этого сквера стоят сосны еще со времен образования Новониколаевска. А следовательно, позже появилось предложение назвать сквер Новониколаевский. Но название уже произошло и зафиксировано. Мы надеемся, что набережная Зальцовского района сквер Тимирязевский также пройдет реконструкцию и благоустройство так, как нам бы хотелось местным жителям. И мы увидим здесь брусничные дубы с черемаховым дыханием. Я имею полномочия от предпринимателей и производителей города Новосибирска вручить мэру города Новосибирска Анатолию Евгеньевичу Локтю этот символический чайный набор оформленный в стиле советского конструктивизма под названием Вещь. Можно увеличить здесь посмотреть. Так что в Новосибирске есть предприниматели и производители которые помнят и чтут советское время. Анатолий Евгеньевич Вот вам такой чайный набор здесь вот можете посмотреть красиво оформленный в стиле конкретного советского конструктивизма. Желаю вам удачи Спасибо большое за столь интересное очень экстравагантное выступление. Я должен у юристов спросить а я могу подарки вообще вот такие принимать? А то может закон это запрещает. по закону до тысячи рублей можно до тысячи рублей до тысячи рублей улицы Тимирязева 83 Добрый день так получилось что Евгений Анатолий Евгеньевич первый раз его видел когда он еще был депутатом Государственной Думы и тогда еще обратил внимание как живо с каким с каким я не знаю рвением что ли он защищает интересы нашего города позже соответственно он уже стал мэром и если посмотреть тут уже было много слов сказано но если посмотреть то получается что мы в итоге видим жители обычные мы видим прекрасный набережную о которой уже немало сказано мы видим Буглинский мост мы видим инфраструктуру которая начала развиваться северный объезд который начали строиться запустили как уже было сказано трамвай первый за 30 лет вернее построили для него дорогу соответственно стали развивать направление казалось бы простые вещи вот даже даже расчет расчет вообще основного транспорта одна из программ о которой было уже вам тоже сказано простые вещи но людям простым жителям стало удобно стали удобно рассчитываться передвигаться единые эти билеты простые вещи еще раз хочу сказать которые прощают делают более комфортную нашу жизнь более приятную более достойную потому что мы считаем что за большое время вот эти вот сложности которые были в нашей стране в нашем городе пришел именно тот период когда нужно именно созидать создавать то чем занимает сейчас Анатолий Евгеньевич ну а если говорить про наш соответственно район ближе нам то обратите внимание что так случилось что именно партия КПРФ в том случае где Анатолий Евгеньевич является один из лидеров максимальное количество своих усилий приложило для того чтобы облагородить сколько у нас сделано с помощью депутатов наших и площадок и всевозможных игровых площадок и сколько зеленых зон сколько было сделано благоустройство единственное что хотелось бы сказать это это все здорово ведь люди прикладывают усилия но ведь мы то тоже должны как-то подключаться к этому процессу ну нельзя ждать пока придут нам все и сделают надо самим присоединяться включаться вот в эту активную работу Анатолия Евгеньевича его команду поддерживать мне кажется и в дальнейшем выбирать его спасибо спасибо Виталий Евгеньевич я хочу пригласить Маркову Наталью Валерьевну заместителя председателя по работе с детьми и юношеством Зайльцовского местного отделения Всероссийского общества инвалидов Анатолий Евгеньевич я не знаю она тоже инвалид тоже не знаю добрый вечер добрый вечер спасибо Анатолий Евгеньевич правление общественной организации Зайльцовская местная организация Всероссийского общества инвалидов выражает вам сердечную благодарность за за личное участие в жизни инвалидов Зайльцовского района большой вклад в защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями нашего города в 2019 году благодарим вас и депутатский центр КПРФ Зайльцовского района за многолетнюю дружбу и помощь в реализации наших социальных проектов это наша любимая виртуальная реальность я думаю вы ее помните это спортивный клуб спортивных настольных игр сибирский характер на базе коррекционной школы 209 стрелковый клуб готов к труду и обороне для детей ОВЗ и социальный дисконт система адресной социальной помощи малоимущим слоям населения города Новосибирска есть у нас небольшой подарочек вам от Зайльцовского ВАИ и Кудрявого Ежа благополучия вам все хорошо спасибо большое давайте вот еще продолжим Антон Евгеньевич есть несколько вопросов вот мы уже час двадцать точнее вы уже час двадцать на сцене но вот вопрос который очень многих волнует конечно это мусорная реформа кто ее придумал почему жители должны оплачивать у этого закона у этой инициативы есть и положительные стороны я начну с этого положительные стороны заключаются прежде всего в том что появляются возможности нормативные документы наводить порядок на территории частного сектора я думаю что многие согласятся с тем что большинство незаконных свалок мусорных куч они образуются в результате деятельности именно частного сектора если в многоквартирных домах здесь сложившиеся уже отношения все понимают есть контейнерные площадки здесь надо вывозить мусор за это надо платить то в частном секторе вот этого понимания не везде скажем так не везде это есть и честно говоря пять лет я думал над тем а как а как вот это упорядочить это не получалось так вот вот этот закон он дает возможность появляется механизм на ведение порядка другой разговор как это реализуется реализация его конечно зависит от того какие решения принимаются здесь на местном уровне здесь надо не допускать перекосов здесь не надо допускать резких скачков как это происходит иногда на территориях резко давайте платить больше и все реформы почему-то видят именно в этом да не в этом нам предстоит решить очень серьезную болезненную проблему двух наших полигонов муниципальных полигонов сегодня город Новосибирск это фабрика которая круглосуточно работает по производству твердых коммунальных отходов их надо куда-то девать вот сейчас работают в полной мере принимают на себя эту нагрузку два наших полигона во-первых здесь на правом берегу это гусинобродский а на левом берегу ну там южное кольцо хилокский так назовем в сторону улицы хилокской и далее если по левому берегу там вопросы все решены и этот полигон будет еще работать то по гусинке у нас есть проблемы и наступает момент когда надо проводить будет в том числе их рекультивацию то есть закрывать их с тем чтобы вот эти груды мусора они не приносили ущерба экологии города и это тоже суть этой реформы это тоже на это направлен этот закон и сегодня мы в соответствии с этим законом написали заявку на участие в программе поэтому как вы видите есть отрицательные есть положительные стороны есть цели на которые направлен этот закон но есть безусловно и искажения то есть потому что есть примеры когда неудачное введение этой реформы привело к тому что скажем с января месяца ну я назову один из городов на Урале в новый год в новогодние каникулы весь просто мусором был забит об этом средства массовой информации писать я не хочу не буду называть не буду называть их мы этого избежали избежали благодаря тому что у нас работает свое муниципальное учреждение мы его сохранили которое занимается вывозом мусора продолжает и берет на себя вот эту нагрузку поэтому город Новосибирск мы не допустили вот у нас не произошло этого сбоя поэтому работаем дальше ну а над тарифами будем работать у нас еще не все получается здесь не все и прямо скажем оператор не во всем четко работает там есть претензии к нему но будем работать будем работать в этом отношении вот Антон Евгеньевич вопрос почему почему растут тарифы ЖКХ и электроэнергию и как мэрия может на это повлиять ну практически практически никак потому что тарифная политика это не полномочия муниципалитета то есть эти решения принимаются помимо есть инфляционная составляющая есть объективные трудности были попытки вы знаете в нашей истории и так сказать накрутить там коммерческий интерес но есть и задачи которые надо решать в том числе повышение эффективности и надежности наших теплосистем вы знаете я вспоминаю зиму 15-го года когда здесь на улице Дачной при минус 25 зимой произошла авария это одна из самых таких для меня самых знаковых я ее не забуду никогда это авария конечно это не самый такой большой мороз минус 25 но это серьезно потому что чтобы починить я получил известие что авария вода изливается здесь общежитие вода пошла пар в общежитие внутрь выселили общежитие полностью начали закрывать задвижки задвижку закрываем она не закрывается давай следующую задвижку закрывать она не закрывается то есть все в таком состоянии что не закрывается и вот уже квартал за кварталом попадают в зону этой аварии и детские сады два детских сада здесь и больница гинекологическая там возле площади Каленина попадает и вот это было в общем попереживали мы ликвидировали эту аварию мы ликвидировали ценой там героического труда я стоял над этой ямой пар мне совершенно не обязательно было там находиться потому что от меня ничего не зависело работали команды все исправились с этой аварией но это очень поучительная авария и она говорит о том что с этим шутить нельзя и надо вовремя все чинить это требует средства это требует затрат определенных и надо в это не жалеть и вкладываться потому что дороже обойдется если это в минус 25 в минус 20 даже произойдет это будет очень плохо для нас над этим мы сегодня работаем над повышением надежности наших систем теплоснабжения систем жизнеобеспечения города Новосибирск спасибо Анатолий Евгеньевич я хочу пригласить на эту сцену Игнатович Галину Николаевну старшую по дому Дмитрия Донского 49 Добрый вечер я от себя и от многих жителей нашего дома по улице Дмитрия Донского 49 хочу поблагодарить Анатолия Евгеньевич за то что наконец-то в нашем дворе впервые за 50 лет наконец-то появилась детская современная новая детская площадка произведена замена асфальтового покрытия ну много здесь было сказано много для города конечно очень много уже сделано мы жители хотим вам пожелать здоровья крепкого слаженной хорошей команды ну и успехов конечно же на выборах спасибо гория Николаевна уважаемые товарищи вот здесь у нас Анатолию Евгеньевичу задали более 150 вопросов они сейчас все зафиксированы и он мы конечно на них все ответим и Анатолий Евгеньевич еще никуда не уходит но сейчас Анатолий Евгеньевич вот скажите вот прежде чем мы передадим слово группе Селенцу Анатолий Евгеньевич что вы думаете о жителях Зайльцовского района и о нашем замечательном районе хорошая подводка что я могу сказать о замечательном районе только замечательные слова вы знаете каждый в Новосибирске 10 районов ну сегодня административное отделение оно несколько по другому устроено есть округ но 10 районов они исторически сохраняются они не похожи они не похожи я это знал а став мэром просто убедился в каждом районе есть своя особенность какие-то достопримечательности у Новосибирска очень короткая история что такое 126 лет это же так это же это же ничего практически два поколения человеческих два поколения а сколько произошло какая богатая история сколько интересных всяких мест и в каждом районе есть эти места которые связаны с чем-то примечательным но самое главное достоинство в каждом районе это люди это вы почему хороши Тимирязевский сквер с каждым разом потому что люди здесь замечательные стараются работают благоустраивают свой сквер свой двор свой район и свой родной город это отличает в целом всех новосибирцев я проехал у меня была возможность так сложилась моя судьба поездил по России у меня есть с чем сравнивать самые замечательные люди это новосибирцы и особенно заельцовцы спасибо вам большое за добрые слова я понимаю что в городе много проблем и не все они решены над этим еще предстоит работать и только при вашей поддержке при нашем сложении усилий удастся решить эти проблемы успеха нам всем вместе спасибо 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 большое да можно спуститься спасибо большое Анатолий Евгеньевич вы знаете мы здесь не случайно как я уже говорил собрались сегодня у нас предвыборное мероприятие в поддержку кандидата на пост мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя выборы у нас конечно очень интересные будут кандидатов много но это отражает такой демократический настрой нашего города но мы с вами прекрасно понимаем и знаем что наш мэр локоть только локоть только победа а сейчас я приглашаю на сцену группу Силенциум во главе с Натальей Григорьевой учредителем общественного движения наш мэр локоть я же выхожу одну последнюю последнюю послушаем я же езжу локоть я не знаю как Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»